Экономисты пытаются выделить какое-то особое экономическое содержание собственности, но все, что делали они, у меня оставило неутешительное впечатление. Либо они брали классические юридические правомочия владения, пользования, распоряжения, добавляли в экономическом смысле, и вот такой чисто юридической, чисто филологической приемом показывали экономические последствия права собственности. Либо они рассуждали о каких-то аспектах воспроизводства. Почему это называется собственностью, у меня догадка. Все-таки понятие собственности нам пришло от юристов. Юристы зафиксировали право собственности и разработали ее систему. Да, это право имеет экономическую реализацию в различных экономических отношениях, в их многообразии. Можно смотреть влияние изменения экономических отношений на право собственности, можно смотреть, как право собственности регулирует, охраняет экономические отношения, Но все-таки собственность – это право, основанное на защите закона. Собственность, я бы сказал так, это отношение между субъектами по поводу их отношения к вещам как к своим. Если у вас есть квартира, к которой вы относитесь как к своей, то у вас возникает по этому поводу отношение с третьими лицами. Если третьи лица попытаются незаконно вселиться в квартиру, залить, испортить, то у вас есть охраняемый законом право собственности. А вот если стоит какая-то вещь, которая не ваша и не моя, у нас могут по поводу этой вещи отношения к собственности возникнуть? Нет. Отношения по поводу собственности могут возникнуть только с лицом, у которого есть право собственности на эту вещь. Есть еще одно заблуждение, что раз я собственник, то моя воля безгранична. Это неправда. Закон не только защищает ваше право, но и закон и сильно ограничивает ваше право. Он определяет границы вашего воли и изъявления в отношении к вещам как к своим. Ну, элементарный пример, если у вас есть свой участок земли, он ваш, ваша собственность, она оформлена за регистр. А вы можете на ней построить все, что хотите? Нет. Масса ограничений, назначение земли. Если земля сельхозное значение, вы не можете, хотя вы собственник земли, не можете строить жилые помещения, производственные. Если это определенное использование жилья, то вы не можете построить от границы участка от соседей, ближе или дальше, столько-то метров. Вы не можете на земле, соответственно, жилого назначения, построить производственные помещения. Собственность – это не земля и не квартира и не дом, а это ваше право владеть, пользоваться, распоряжаться этими вещами, защищенные и ограниченные законом. Собственность – это не вещи, а право по поводу этих вещей. В сентябре 2014 года в Гражданский кодекс внесли две очень важные поправки. Появилось два понятия – корпорация и корпоративные отношения. И многие даже не обратили внимания, а многие даже и не подозревают, что это появилось в ГК. А это вообще-то большая революция. Что это такое? Во-первых, впервые в нашем праве, в российском, закреплено понятие корпорации. Корпорации противопоставлены унитарным организациям. Корпорация – это любое юридическое лицо, основанное на отношениях членства. То есть это группы лиц создают какую-то организацию, юридическое лицо, и участвуют в ней. Подчеркиваю – участвуют. По-разному могут участвовать. Участвовать могут, внося имущественный износ, участвовать могут в распределении дохода. Разные формы участия. И вот те отношения, которые складываются между лицами, создавшими корпорацию, и участвующие в ней, законодатель решительно отграничил от отношений собственности. Это очень важный момент. И он теперь выделил три группы общественных отношений, которые у нас есть. Раньше у нас обычно делили две группы отношений – собственность и обязательство. И вдруг появилась третья сфера общественных отношений – корпоративные. Они отграничены и от обязательства, и от собственности. Давайте рассмотрим коммерческие корпорации. Их много, это отдельная тема. Самая популярная форма у нас коммерческая корпорация – это общество с ограниченной ответственностью. На сегодняшнее число из 3 миллионов 800 тысяч официально зарегистрированных коммерческих корпораций, 96,4% – это ООО. Это 3 миллиона, там, чем-то, 700 тысяч. Второе – акционерные общества. Их зарегистрировано 91 тысяча, но действует 60. Производственных кооперативов зарегистрировано 13 тысяч. Сколько из них действует? Короче говоря, ООО и акционерные общества составляют 99,5% всех коммерческих организаций. А на все другое, что у нас может создаваться производственные кооперативы, полные смешанные товарищеские хозяйственные партнерства, приходится менее половины процента. Поэтому экономический ландшафт сегодня нашей экономики, впрочем, как и во всей Европе, составляет две главные организационно-правовые формы – это ООО и ООО. Является ли акционер собственником общества? Акционерного общества. Так вот, решительно нет. И это имущество нераздельно принадлежит самой корпорации. Нет никаких долей идеальных и быть не может. Если бы, не дай бог, акционеры или участники общества с ограниченной ответственностью или члены производственного кооператива имели бы право собственности на какие-либо доли в имуществе корпорации, то я вам привел бы аналогию семьи, где муж и жена действительно являются со собственниками совместно нажитого имущества. При первом же конфликте бы имущественная масса корпорации так же печально бы распадалась, как и имущество семейное. Поэтому достигнула человечество двух очень важных принципов. Она отделила своих баранов от колхозных. Вот давайте представим, что у меня в этой руке, скажем, вот, была бы бутылка с водой и тут прозрачный стакан. Что бы сделал я? Вот в левой руке это мое имущество. Я часть имущества переливаю сюда. Отдаю в собственность корпорации. Кто стал собственником этого имущества? Сама корпорация. А что я получаю взамен? Права участия в корпорации. Права участия, а не права собственности. Причем эти права участия в корпорации оформляются в очень интересных фантиках юридических. В акционерном, общая-то акция, в обществе с ограниченной ответственностью, доле в уставном капитале, а в производственном кооперативе ПАИ. Это совокупность прав. Причем эти права никогда не удостоверяют право собственности. Отделив своих баранов от колхозных, мы, во-первых, ограничили предпринимательские риски. Корпорация, собственник своего имущества, и своими органами им распоряжается. И она отвечает своим имуществом по всем своим обязательствам. Участники корпорации, если они ведут себя добросовестно и разумно, не отвечают по обязательствам корпорации. И второе, что мы добились важного эффекта. Ни при каких условиях участник корпорации, поскольку у него нет никаких долей или прав на долю, не могут потребовать выдела какой-либо доли из обучения корпорации. Это, конечно, может разочарует многих слушателей, у которых есть контрольные пакеты в некоторых АО и ООО, но вы юридически не собственник. Вы только контролирующий участник. Собственником является сама корпорация. Это очень важный вывод. И тоже важный вывод, что принадлежащая вам акция или доля в уставном капитале ООО или в райпроизводственном корпоративе не удостоверяет прав собственности ни на какую долю в имуществе корпорации. Объем прав по управлению корпорацией целиком от чего зависит? От количества акций и размера доли. И лица, которые внесли большие инвестиции, купив большое количество акций или большую долю в уставном капитале ООО, обладают большими корпоративными правами и в том числе правом по управлению корпорацией. И это проявляется в том, что они могут образовывать органы корпорации и влиять на принятие их решений. Вот этот эффект современная корпоративная наука называет корпоративный контроль. То есть возможность лица влиять на волю другого агента. Какой бы влиятельный акционер не был, он не может совершить ни одной сделки. Он не может подписать договор, принять решение о выплате ревидендов. Он может повлиять на органы, которые такое решение примут, но сам он ничего сделать не сможет. А вот директор унитарного господприятия сам может продать, купить, совершить любую сделку. У кого больше фактических полномочий? У директоров господприятия. Но почему-то ни у кого не поднимается язык сказать, что собственником имущества государственных унитарных предприятий являются директора. Тут придерживаются к классической точке зрения. Государство – собственник, а там только управление. А почему-то акционера называют собственником. Хотя у него фактических полномочий намного меньше. Для чего человечество придумало конструкцию корпорации? Она шла к нему много веков. Вот если бы вы начали заниматься предпринимательской деятельностью в Римской империи, чем бы вы перед кредиторами отвечали по своим обязательствам? Я вас расстрою своей личностью. Вас могли бить палкой, продать в рабство как личность, посадить в долговую яму. И долг взыскивался с личности в прямом смысле. Можно получить огромное удовлетворение, побив кредитора палкой, но из него золотые и серебряные монеты не посыпятся. И тогда пришла простаемость. У нас все-таки долги взыскивать с кого? Не с личности, а с имуществе личности. Купеческие династии, там, абрикосов, сыновья, там, Третьяковые сыновья, вступая в коммерческий гражданский оборот, отвечали всем своим имуществом. Но когда ваши риски маленькие, предпринимательская деятельность, а небольшая, вы можете гарантировать и обязательства маленькие своим имуществом, а создать банк, построить железную дорогу. Там один риск оставляет вас без ничего. И вот тогда человечество и пришло к этой замечательной мысли. Отграничить своих баранов от колхозных. Вас не отнимают. Если вам не хочется, если вам важны деньги на расчетном счете в кошельке, вас никто не заставит, не понуждает купить акцию, пай или долю. Но если вы хотите заняться пленальской деятельностью, то вы сами добровольно отчуждаете часть своего, ну, я беру физическое лицо, своего личного имущества и действительно отдаете неделимый, неразрывный актив корпорации. Корпорации. Первый эффект. Вы свой риск сняли. Вы не рискуете, потому что вы не собственник этого имущества. Кто стал отвечать по своим долгам? Собственник корпорации. Вы сняли из себя время ответственности. По общему правилу. Из него есть исключение. Если вы, будучи тем самым влиятельным персонажем, и который оказал влияние на органы корпорации, и они привели к убыткам, или тогда у вас возникает дополнительная ответственность. Вот сейчас пример с этой замечательной компанией «Бимавиа». Почему сразу арестовывают директора и бухгалтера, они могли сразу привлечь к ответственности акционера? Потому что сделки кто совершал с имуществом корпорации? Кто выводил активы? Директор и бухгалтер подписывали. У них всегда безусловная ответственность. Поэтому создание вот этой системы, когда вы отделили часть имущества туда, а взамен получили вы что? Набор прав, который имеет денежную оценку. Более того, стоимость вашего имущества корреспондирует со стоимостью того собственности, которую у корпорации. Если ее доходность растет, активы растут, то и цена вашего имущества в вашем кармане растет. Мы достигли эффекта. Вот то, что вы отдали, это не может быть растащено. Если вы могли бы каждый момент взять и изъять это, бизнес бы рухнул. Вот эта конструкция корпорации, она поменяла еще одну очень интересную концепцию. Марксизм – это очень мощное и сильное учение. Я отношусь к нему с большим пиететом. По такой системности никто еще столь системного, если объявляющего учения еще не создали. Но хотя и у марксизма есть известные, как Ахиллесовый и Пятый, конференциации в обществе по определению марксистской ленинской политэкономии основанно, вытекает из характера собственности на средства производства. Из всех видов объектов нашего права собственности выделяются те, которые по экономической природе являются средствами производства, орудиями, предметами труда. И вот, если у вас есть собственность на орудия, предметы труда, то вы один класс, нет другой. Вот я задаю вопрос, а кто собственник средств производства корпорации «Мерседес»? Мне говорят, контролирующий акционер. А кто? «Дойчбанк». А кто собственник «Дойчбанк»? Говорю я. И отвечают. Ряд пенсионных фондов, инвестиционных фондов. А кто собственник там? И мы получаем матрешку корпораций. И в итоге куча пенсионеров и населения, миллионы Германии, которые несли деньги в пенсионный инвестиционный фонд. Пенсионный инвестиционный фонд купил акции «Дойчбанк», «Дойчбанк» купил акции «Мерседес». Мы можем назвать группу лиц, физических лиц, кто принадлежит средствам производства завода «Мерседес». Назовите мне их. Дайте мне поименно. Их нет. Понимаете, собственником средств производства стали не физические лица, когда мы жили в начале 19 века, там действительно были индивидуальные капиталисты. Мы могли говорить о лицах, которые владели средствами производства. Сегодня роль индивидуального собственника сведена до минимума. Я вам докладывал, что 96% — это хозяйственное общество. И собственником средств производства стала корпорация. Корпорация принадлежит доход и прибыль. И корпорация распределяет эту прибыль. Более того, закон построен так, что акционер не может вынести на рассмотрение общего собрания вопрос об объявлении дивидендов. Только совет директоров может вынести. Да, дифференциация общества есть. Социальная стратификация общества есть. Но тогда мы должны дать другое определение этой социальной стратификации, но не связанное с собственностью на средства производства. Как бы есть два способа устранения классических классов. Первый — большевистский. Физическое устранение иных классов путем расстрела и высылки из страны. Ну, метод известный. Они достигли социальной однородности общества, которая вдруг опять вернулась в классовую. И другой способ. Может быть, все-таки устранение классов через корпорацию, как интересный социальный институт, которая становится собственником средств производства не конкретные физические лица, а вот это социальное образование корпорации. И она меняет многие наши представления. Продолжение следует...